Транспортная отрасль самая консервативная. Седло от идеи до внедрения прошло путь в тысячу лет, а у детчика 700 лет. Это долго или нет? Автомобили, правда, были паровые за сто лет до Форда. Железнодороги за 150 лет были до Стефенсона, но они другие были. А вертолет еще Ленардо да Винчи рисовал. Винт и так далее. Поэтому какие-то серьезные инновационные решения в транспортной отрасли иногда создавали столетиями, а то и тысячелетиями. Если взят наше время, то надо всегда налоги проводить. Допустим, Семенс создал поезд на монетной подушке. Начали создавать эту технологию в 1936 году, а первую продажу сделали в 2000 году. Прошло 66 лет. И вложили в эту технологию 6,5 миллиарда евро. И потом был заказ, единственный заказ, правительство Китая заказало эту дорогу, Шанхай аэропорт, ее построили через 3 года. Это был единственный заказ. Полтора миллиарда долларов, а вложено 6,5 миллиарда евро. Явно, что технология не окупилась, потому что она была плохой. Она и есть плохая. Хотя это сделал Семенс, вложив 6,5 миллиарда евро. Поэтому все определяется не деньгами, не сроками, а тем, что какая технология предлагается. И вот эти 6,5 миллиарда евро, что Семенс государством, потому что одним из заказчиков технологии было правительство Германии, министерство транспорта Германии. Основные деньги ушли на поиск решений. А как делать этот подвес? Вот так, вот так. А какие дороги стоят? Такие или другие? На обычных проводниках, на сверхпроводниках? Какие решения конкретные в узлах, элементах и так далее? На это ушло из этих 66 лет, 40 лет ушло на поиск решений. И это обошлось Семенцу и государству немецкому. 4 миллиарда евро. Поэтому надо понимать, а что надо делать и с чем выходить на рынок. И вот, да, в это вложено примерно 300 миллионов долларов. Это небольшие деньги на фоне того, что сделал Семенс. И Семенс сделал единственный вариант и первое поколение. У нас сейчас четвертое поколение. Есть грузовой струнный транспорт, RSI технологии, есть городские, есть высокоскоростные. Только первое и четвертое поколение, первое это по аналогии опять же, самолет братьев Райт это первое поколение. А Боинг 787 или самолет робуса А380 это четвертое поколение. Поэтому мы вложили смешные деньги. И эти деньги вложил основные я. А не инвесторы, потому что вложения были инвесторов сторонних порядка десяти процентов. У меня были бизнесы, были еще в советское время я возглавлял центром ТТМ, заработал первые три миллиона рублей советских рублей. Были магазины, производство, я даже был фермером, у меня были земли. И много лет приходилось работать без оплаты, без финансирования и каким-то образом содержать и проектное бюро, и конструкторское бюро. И вкладывать в то, что вложил Симмец, деньги. Это все сегодня оценено примерно в 300 миллионов долларов. Это вложение в прошлое. И среди тех, кто вкладывал деньги, были и такие известные всем люди, как, допустим, Александр Лебедь, губернатор Красноярского края. Благодаря его помощи мы завершили работы и построили полигон в Озерах. Это был полигон грузового струнного транспорта. Среди тех инвесторов, кто был, это Организация Бенных Наций, они выдавали два гранта. Это были администрации Ханты-Мансийского округа и губернатора Филипенко. Это были мэры городов Хабаров, Ставрополь. Это были тысячи простых людей, тысячи, которые вкладывали небольшие деньги на разных этапах. И поэтому то, что сделано, естественно, это сделано не только мной, в этом участвовали много людей, тысячи инвесторов, и проектировщик, и конструкторы, и исследователи. И то, что мы сейчас сделаем, это будет все учтено, и они получат долю в этом бизнесе с измеримым складом, который был внесен. Технология представляет собой новую транспортную систему. Чтобы понимать разницу, можно привести пример, что автомобиль не является транспортной системой. Это элемент транспортной системы, потому что Форду не приходилось строить и проектировать дороги, асфальт, станции, вокзалы, терминалы, светофоры, семафоры, переходы. Но много чего другого, что он входит в систему. Самолет тоже не является системой, потому что разработчики самолета, они проектируют аэропорты, системы управления наземные и так далее. Поэтому системы, наверное, создали только вот Сименс, поезд на монетной подушке. Потом высокоскоростные железнодороги, которые в свое время создали японцы. В систему были вложены огромные деньги, огромные. То есть нельзя сделать транспортную систему, не вложив десятки миллиардов долларов. И в истории таких примеров не было. Поэтому мы делаем систему, которая включает в себя дорогу принципиально нового типа. Это стакада. Причем она другая стакада, чем те, что используется сегодня. Это принципиально другой подвижной состав. Он другой во всем. У него другие вводы, другая аэродинамика, другой подвес, система пираний, колеса и так далее. И другая инфраструктура, потому что это инфраструктура второго уровня. Другие стрелочные переводы, другая система управления. Другого типа станции, вокзалы, терминалы и все остальное. Вот это является системой, и мы ее делаем. Выводим новую систему, выводим на новый рынок, рынок второго уровня. То есть когда транспортная система размещена не на поверхности земли, а над землей. И равенство между тем, что есть и то, что мы предлагаем, это как примерно между обычным телефоном проводным и мобильным телефоном. Они конкурируют, но это разные рынки. Мы предлагаем новый рынок. Чем ваша система отличается от монорельсов? Монорельсовая дорога, даже словом моно, монорельс, хотя это название неправильно. Это монобалка. По рельсу ни одной монорельсовой системы нет, чтобы она ехала. Это балка, имеющая ширину и высоту. Очень дорогая. Работа еще на изгиб. С неустойчивым вагончиком, который развивает малую скорость. И, допустим, в Москве есть монорельсовая дорога на ВВЦ. Там есть даже ограничение скорости. Не более 20 км в час. Когда Стефенсон строил первую железнодорогу, это было почти 200 лет назад, с ним заключили пари, что он не разовьет скорость 50 км в час. Ты что, бред, как это? Вообще колеса будут проскальзывать и как 50 км в час? И он выиграл пари. Так вот суперсовременная дорога, монорельс московский, имеет скорость аж 20 км в час. Через 200 лет после Стефенсон. На это есть ряд причин. И у нас эти причины недостатки устранены. Поэтому это другая совершенно конструкция, которая, ну, есть, допустим, стомостные характеристики. Дешевле монорельса минимум в 20 раз. Минимум. Скорость минимум выше в 10 раз. Монорельс. Издержки в эксплуатации, там, долговечность, минимум в 5 раз лучше. Себестомость проезда – это затраты энергии, это в случае персонала, это амортизация вложений. Тоже минимум в 10 раз у нас лучше. Преимыши здесь большие, они касаются разных областей и отраслей. Ну, понимаете, вот сейчас, например, в России хотели построить высокоскоростную железную дорогу. Москва-Казань – стоимость триллион рублей. Дотации ежегодные – 300 миллиардов рублей. Билет будет стоить минимум 5 тысяч рублей. Ну, скажите, кому такая дорога нужна? Она нужна чиновникам, чтобы воровать, пилить деньги. Наши деньги бюджетные. Транспортная система, она должна быть другой, дешевой, безопасной, экологичной, экономичной. И проезд должен быть дешевым и безопасным для всех нас, для пользователей. А мы – рядовые пользователи. И для того, чтобы это было реализовано, нужно построить миллионы километров дорог. Сегодня построено в мире 35 миллионов километров автомобильных дорог, миллион где-то железных. Там есть еще трубопроводы, газопроводы порядка миллиона километров. Вот эта транспортная инфраструктура должна быть другой в 21 веке, абсолютно другой. Существующая транспортная инфраструктура убивает ежегодно, ежегодно убивает полтора миллиона человек. Не менее 20 миллионов человек в год делают инвалидами. Вот уносим на 100 лет. Значит, полтора, это 150 миллионов в год убитыми человек. И два миллиарда инвалидов и коллег. Вот представьте, это сделает транспортная инфраструктура существующим. А теперь представьте, что мы спасем этих людей. 150 миллионов человек. Не будет 2 миллиарда инвалидов. Потому что то, что мы предлагаем, это другая система. Она на втором уровне, она безопасна. Нет пересечений с пешеходами, с животными. Нет пересечений с другими транспортными инфраструктурами. Поэтому нет аварий. Нет выезда на встречную полосу. Нет опасности, что сугроб на земле или там гололед. И есть противосходная система, поэтому транспортное средство не слетит с дороги. Поэтому эта система будет более безопасна, чем самолет, чем авиация. Сегодня в авиационных катастрофах в год гибнет 700-800 человек. Сравните с полтора миллионами человек на автомобиле на дорогах. Раньше в 2000 раз. Мы можем сделать более безопасную систему, чем авиация. Это как бы социальные преимущества. Мы спасем много жизней и не будет много инвалидов. Есть еще ресурсные характеристики. Сегодняшний транспорт очень неэффективный. Он требует много топлива, энергии. Он экологически опасен. Вот если мы построим сеть дорог, тех, о которых я говорю, и эти дороги будут высокоскоростными, их будет 20-25 миллионов километров на планете, то мы в год сэкономим 30 миллиардов тонн топлива. Вдумайте в цифру. Сегодня добываются нефтью 5 миллиардов тонн в год. Вот экономия. Потому что наш транспорт эффективнее существующей системы в 10 раз. Если строить эстакады транспортные по существующим технологиям или по нашим, то мы сэкономим порядка 100 миллиардов тонн стали. Сегодня стали выплавляются в год 2 миллиарда тонн. Мы сэкономим триллион. Триллион кубических метров железобетона. Существующие дороги отняли почву у нас, у земли, по площади превышающей 4 территории Великобритании. Это почва мертва. На ней не растут растения. А ведь мы дышим кислородом. А кто вырабатывает кислород? Растения. А их взяли, закатали в асфальт. Поэтому мы почву вернем и сделаем мир экологически чистым и безопасным. Походим в асфальт. лет работы над проектом, я что только не пытался, какие деньги привлечь. И к президентам ходил стран, и к министрам, и к чиновникам, и к крупным инвесторам, олигархам. Как-то не шло финансировано. Как-то все-то нехорошо и неправильно заканчивалось. И в истории не было примеров, когда вот такие крупные проекты делались бы вот так. Ведь президент США не поддерживал Форда, когда он делал первые автомобили в сарае. Он даже не знал о том, что он есть. Его наоборот отец отговаривал. Не делай это. Кому твои автомобили тебе нужны? Это глупость. Эти железяки никому не нужны. И Сикорского никто не поддерживал, когда он делал вертолеты. И можно другие примеры привести. Поэтому вот 36 лет работы над проектом, и те вложения, 300 миллионов долларов, если привести к стоимости сегодняшних денег, они были сделаны по другой схеме. И если так дальше двигаться, то нам еще на лет сто надо. Мы столько не живем. Поэтому все-таки была принята другая схема сейчас, народное финансирование. Потому что, что такое 300 миллионов долларов, а на планете 7 миллиардов человек. Ну посчитайте. Это по 10 центов, что ли. Там по 5 центов скинуться. И все это сделаем. Поэтому убедите там миллион человек вложить 500 долларов в проект проще и эффективнее, чем уговорить государства, президента, чиновника, я не знаю, олигарха одного вложить эти же деньги. И если взять историю, опять же вспомнить, то крупные проекты делались за народные деньги. И Форд, его же не президент поддерживал, не государство, он делал автомобили, продавал. А кто продавал? Покупал. Народ. Деньги шли к нему, он делал новый автомобиль еще и расширял распроизводство. То есть все крупные проекты делались через народное финансирование. И поэтому сейчас схема принято на самом деле традиционно. Давайте скинемся понемногу и сделаем для нас всех то, что нужно нам всем. Ну когда у меня лично произошло понимание, что так как я раньше пытался делать, оно не придет к эффекту, результату и жизни не хватит, чтобы это сделать, то были как бы сделаны следующие шаги. Ну, во-первых, была создана технология. Не уложены большие деньги, большой труд. Создана технологии, которой нет в мире сегодня. Она наиболее эффективна. Это очень крупная, отрасеобразующая технология. Поэтому я обратился к тем, кто умеет оценивать эту индивидуальную собственность. Эта оценка была сделана теми, у кого есть лицензии международные на право оценки индивидуальной собственности. Причем эти оценки принимаются за рубежом. Эта индивидуальная собственность вынесена была за рубеж, потому что здесь в России ее абсолютно не ценят и не понимают. И сейчас я не владею технологией. Она передана в компании, которые созданы по британскому праву в Лондоне. И при создании этих компаний, индивидуальной собственности и права на нее были переданы в эти компании. Чтобы понимать, эта собственность оценена по международным оценкам, которые разработаны всемирные организации индивидуальной собственности, где там офис в Женеве. То есть это не чьи-то там методики, это международные методики. Она оценена, эта собственность, в сумму более чем 100 миллиардов долларов, даже более чем 100 миллиардов фунтов стерлингов. И акции, это ценные бумаги компании, при создании компании оплачены вот этой собственностью. Поэтому созданная в Лондоне компания и в Разио Нурелской Вей обладает собственностью, которая оценена по международным оценкам и внесена в эти компании. И сейчас мы предлагаем инвесторам прийти и получить часть этой собственности. Для этого идет переиспределение, потому что эта собственность недооценена в настоящее время. И поэтому, ну если вы как бы делаете такие аналоги, вот на рынке есть, а тоже рынок, только свой, своеобразный рынок. Вот есть зеленые помидоры по рублю за килограмм, есть красные помидоры 100 рублей за килограмм. И мы говорим, вот видите зеленые помидоры, но есть все возможности, чтобы они стали красными. Купи за рубль килограмм, или приобрети, или давай мы тебе передадим за какие-то твои работы, услуги. Почему бы не взять этот килограмм по рублю, если он будет 100 рублей стоить потом, или 1000 рублей. Вот примерно такая же схема идет переиспределение вот той собственности оплаченной между предыдущим собственником и тем, кто приходит. И наша задача, чтобы эта собственность стала стоить по номиналу, то есть чтобы помидоры зеленые стали красными и стоили 100 рублей, а то и 1000 рублей за килограмм. Тогда эту собственность можно продать, то есть сложив допустим 1000 рублей, можно получить недооцененную собственность стоимостью в миллион рублей. И когда она будет оценена через 2-3 года, вот в этом объеме, можно ее продать за миллион. Либо продать там половину собственности, а на вторую получать дивиденды. Потому что это вложение в технологию, в прорывную транспортную технологию, которая будет реализована в тысячах, в тысячах и многих тысячах проектов, грузовых, городских, высокоскоростных. И владелец акций через технологии попадает в эти проекты. И в конечном итоге будут владеть там метром, километром, сантиметром этих дорог, которые будут стоять сто лет и работать сто лет на благо человечества в разных странах, на разных континентах. А инвесторы будут получать дивиденды. Причем инфраструктурные проекты существуют сотни лет, как Транссиб. По стволе еще в царское время до сих пор работает. Поэтому это собственно перейдет по наследству детям, внукам, правнукам и праправнукам. И будут давать как бы дивиденды потомкам инвесторов. Мы работаем как любая другая компания, публичная, которая привлекает инвестиции, отдавая долю в компании. Поэтому есть выход, допустим, на фондовые рынки. Но это та компания, которая достигла определенного успеха. Мы не на этой стадии. Поэтому мы не можем работать через фондовые рынки. Мы не можем на данном этапе выйти на IPO. Но фактически находимся сейчас на стартапе комменциализации технологий. Мы не имеем полного права перераспределять и продавать свои акции. И инвестор вправе приобрести пакет акций в этой компании. И не важно, как он приходит в компанию. Можно прийти через краудоинвестинговые площадки. Это площадки народного кредитования. Они есть практически во всех странах мира, кроме России. Можно приобрести через пакет акций через саму непосредственно компанию. Можно через тех, кто имеет право продавать эти акции. То есть есть много схем, которые заканчиваются одним. Инвестор покупает долю в компании. И соответственно долю в будущем рынке во всем мире. А компания получает деньги для того, чтобы реализовать то, что она хочет сделать. Для того, чтобы выйти на рынок. Для этого мы должны сделать документацию проектную на тестовые полигоны. Это на грузовой, на городской высокоскоростной транспорт. Построить тестовые участки. Грузовой это километр. Со всей инфраструктуры, в том числе с терминалами погрузочного и разручного. Это грузовой. Городской 3 километра. Станции, вокзалы, встречный перевод и подвижной состав 2 уровня. Это высокоскоростная дорога 30 километров. Тоже со всей инфраструктурой. И потом сертифицировать. Потом продемонстрировать заказчикам. И выйти на рынок. Потому что у нас сегодня потенциальный рынок. И заказы потенциальные на 100 миллиардов долларов. Как только мы это покажем, у нас эти заказчики закажут конкретные адресные проекты во многих странах, на всех континентах. И таким образом мы выходим на рынок вместе с инвесторами. И та акция, которая, вот этот сертификат акции. Сейчас мы уже вторую версию более защищенную делаем. Удоставляет, что акционер, инвестор стал акционером. И что он находится на этом рынке и имеет долю в компании, которая захватила и создала этот рынок во всем мире. Безусловно, будут другие источники, но на стадии выхода на рынок, я думаю, что наоборот будет всеобразно опираться на народ. А дальше это не народное финансирование, это финансирование с заказчиками. Дороги нужны в городе, допустим, администрации городов. В стране нужны, там, министерству транспорта, там, президенту. Грузовые дороги нужны тем, кто добывает рудную или перерабатывает. Или, допустим, электростанциям, которым нужно миллионы тонн угля ежегодно привозить за тысячи километров. То есть дороги нужны заказчикам, на самом деле. А потом этим дорогами пользуются все остальные и за это платят. И деньги возвращаются и получаются доходы и продажи. Поэтому основное финансирование будет за счет заказов. И наша задача выйти на заказы в течение двух-трех лет. Во-первых, это приведет сразу к повышению стоимости акций до номинала, потому что у нас есть заказчики. Сейчас у нас потенциальных заказчиков примерно 100 миллиардов долларов. Наша задача вывести потенциальный портфель заказа на триллион долларов. Если мы это сделаем, наша акция будет стоить не только по номиналу, а еще в 10, а может быть в 100 раз наружу. Поэтому тот, кто купил и приобрел акцию, допустим, за рубль, его акция может стоить тысячу рублей или 10 тысяч рублей. И, соответственно, наша компания станет из инновационной крупной компании типа Эппла, где капитализация порядка 500 миллиардов долларов, или типа Майкрософта, Файсбука. И явно будет крупнее, чем Газпром. Потому что Газпром – это сырье, это газ. А у нас и газ закончится рано или поздно, и рынок этот свернется. А дороги нужны будут всегда и через 100, 200 и 500 лет. Ну, технология, трудно назвать ее российской. Я, вообще-то, белорус. Родился, вырос в СССР. И начал эти работы в то время. И работал в разных странах. И в Германии, и в Эмиратах, и в Австралии. И в России сейчас живу и работаю. Поэтому это международный проект. И в нем участвовали специалисты из многих стран. К сожалению, в России не воспринимаются инновации. Вообще не воспринимаются. Они и в мире это плохо воспринимают. Мир не инновационен. Если кто-то думает, что все хватает инноваций, он глубоко ошибается. Дизель утопили конкуренты. Дизель – это автор. Правда, его имя перешло в название двигателя дизеля. Потому что он мешал конкурентам. И это же не в России было. Поэтому никто не любит тех, кто создает что-то, что меняет мир. Так вот, в России самое неподходящее место для таких вещей. И в мире это тоже нет хороших мест. А Россия самая неподходящая. И как пример, я выходил и находил поддержку и президентов стран. В Белоруссии, допустим, Лукашенко меня поддержал. Закончилось тем, что я, чтобы остаться живым, уехал в Россию. У меня дело заявили в КГБ. Хотя поддержал президента, дал поручение премьер-министру и пяти министрам. Как только в России поддержал проект президент России и поручил Министерству транспорта найти для нас миллиард рублей для строительства тестового участка в Ульяновске, через неделю полигон в озерах был уничтожен. Был десант, больше ста человек, с техникой, самой современной. Представляете, анкинные опоры высотой 15 метров, с труб диаметром метр, вот с такой точной стенки, внутри бетон. Все это распилить, а там натяжение 600 тонн. Представляете, за сутки это исчезло. Это у нас умеют разрушать легко, создавать тяжелое. Поэтому это вынесено, эта технология, это как бы инвестиционная часть, финансовая часть, инновационная часть, там, где законы защищают, туда, где законы защищают. Я, как пример, хочу привести даже вот второй случай с моей жизнью. Когда я пытался находить разные способы финансирования, я стал фермером в Беларуси. Это были 90-е годы. Я получил 32 гектара земли, вечное пользование, справа на наследование. Там были такие красивые документы, типа это. Вечное пользование, справа на наследование, печати. Герезисты даже столбы вкопали, оконтурили участок. Я начал работать. И когда урожаи стали больше, чем в колхозе в соседнем, выше, да? И когда я сказал о том, что я хочу здесь построить первый полигон, струнной дороги. И я уехал на неделю в командировку в Москву, приехал, узнал, что землю отняли. Рощерком пера земля, отданная в вечно пользование, с правом наследования, была отнята. Все, что там было, тоже отняли. Я вспомнил случай, который был 400 лет назад, там, где есть британское право. Когда Робизон Кузо попал на остров необитаемый, он исчез из жизни на 20 лет почти. У него были земли. Когда он вернулся, их почему-то не отняли. Более того, ему заплатили за то, что земли возделывались. На них что-то росло и подоносило. Это было 400 лет назад. То есть мы отстали в этом на сотни лет. И что, ждать эти сотни лет, когда здесь будут нормальные законы, нормальное отношение к собственности, в том числе к частной собственности, в первую очередь, и к индивидуальной собственности, которую трудно понять, что это такое. И вот защищая себя и защищая всех инвесторов. Потому что если снесут полигон, так не только у меня все отнимут, а у инвесторов тоже, которые вложили деньги сюда. Поэтому мы в Великобритании. Это не значит, что мы ушли из России. Дороги, в первую очередь, нужно строить здесь. Да давайте мы придем с проектами. И построим через Россию дорогу Лондон, Токио. Или Лондон, Нью-Йорк. Через Россию, через Бережный пролив. И инфраструктура будет создана здесь. И доходы будут здесь. То есть мы никуда не уходим на самом деле. Это способ защиты, инвестиций, индивидуальной собственности и вообще собственности. Конкуренты есть. Это естественно. Их много. Мы выходим на транспортный рынок, где есть авиация. Где же дорожный транспорт. Где есть автомобильный транспорт. Есть конверты трубопроводные. И можно продолжать там морской, речной. Это монорельсовые дороги. Там трамваи, троллейбусы, метро. Это наши конкуренты. Естественно, когда ты выходишь, конкурентам это не нравится. Ну, я думаю, главное, им не нужно сильно надоедать. Видно, дизель все-таки сильно достал конкурента. Они взяли его и утопили. Что бы не мешало. Поэтому мне надо ходить там, предлагать. Мне иногда говорят, а что ты все места не пошел. А почему ты туда не обратился. Ну, понимаете, то же самое, что, допустим, забрел я железную дорогу. Он мне говорит, слушай, вот там конюшня есть. Гужевой транспорт. Это же транспорт. Иди туда. Они же, наверное, тебя поймут. Поддержат. Ну да, можно прийти в конюшню. Может быть, даже там министр гужевых наук, или транспорт, или там доктор гужевых наук. Первое, что он спросит, а где овес, а где сено, а где хомут, а где телега, какие-то железя, какие-то колеса, какие-то рельсы. Знаете, что будет? Либо разберутся с тем, кто предлагает, либо, может быть, возьмут, купят, а потом положат под сукну. И это направление будет развиваться. Поэтому, да, мы создаем конкуренцию, но мы работаем независимо, самостоятельно и никому не мешаем на самом деле. Поэтому мобильная связь, кому она помешала? Или надо было разработчикам прийти в МГТС и сказать, слушайте, давайте вместе сделаем мобильную связь? Вот и сделали бы они. Но это не мешает сейчас и тем, и тем существовать. Поэтому конкуренция есть, но при разумной политике это нормально. Мы живем в мире, где конкуренция позволяет двигаться вперед и создает вектор развития цивилизации. Ну, во-первых, у Мородии не было акций, это не так. А акции еще изобрели в Голландии там 500 лет назад. Это способ привлечения финансирования, защиты инвестиций. И мир за эти 500 лет так далеко продвинулся, что акции фактически это единственный способ защиты инвестиций. Потому что это прописано в законах, в законодательстве стран. Это ценная бумага, которая доставляет вас, что вы владеете этой ценностью. У Мородии этого не было. У него была финансовая пирамида. Вот если взять вершину, где был Мородий, вот эта вершина собирает деньги. Вот они эти деньги собрали, присвоили, а это все лохи. Лох это лицо обманутого хулигана. Хулиган в данном случае Мородий. Он их обманулся. У нас внешне она напоминает пирамиду. Здесь соинвесторы, не агенты, а соинвесторы, которые убеждают инвесторов прийти в технологию, быстрорастущую компанию высокотехнологичную. И эти люди становятся акционерами. Они приобретают имущество, которое со временем будет стоить в тысячу раз дороже. В тысячу раз. Они же не обмануты. Они пришли и стали собственниками. Собственности, которая в тысячу раз подорожает. Значит, заработали и эти, и эти. Здесь нет обманутых, нет лохов. Поэтому аналогия с Мородией и пирамидами финансовыми неправильна. Тогда надо и Макрософт признать пирамидой. И Google пирамида. И Газпром пирамида. Это не так. Гарантии мы не даем. Ни одна компания публичная или акционерная не дает гарантии. Это рынок. Сегодня ты процветаешь, завтра банкрот. Это не банк. Это не какая-то там другая форма деятельности. Это компания, которая хочет работать и будет работать на определенном рынке. И хочет рынок расширить и развить. И вот гарантия является не... Гарантия, допустим, данная мною. Что моя гарантия стоит? Ничего. Вот лично моя гарантия. Гарантия может дать компания, которая выведет технологию на рынок международный. Захватит долю рынка и будет это охранять, защищать и расширять сто лет, допустим. Вот какую гарантию могла дать Кока-Кола 125 лет назад, когда они за 5 долларов купили технологию Кока-Кола. Некий состав там написан, что там как насыпать, нагреть, подогреть, смешать и получить некий напиток. Вот гарантию какую-то можно было дать. Так вот, сохранив этот напиток, состав в тайне, ноу-хау, они знают, но не знают. И продавая этот напиток 125 лет и расширяя рынок, они заработали триллион долларов. Триллион. Вот на этом. А теперь представьте, что мы это же повторим только с нашей технологией. Мы знаем как делать, мы умеем делать. Мы показали продукт на тестовых участках, вот оно, покупайте и мы развиваемся дальше. Надо каждый день двигаться вперед, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Остановились, нас китайцы перейдят. А у нас будет грамота почетная в виде сертификата, который ничего не стоит. Поэтому это рынок, надо рынок развивать, защищать и двигаться все время вперед. Вот если мы будем делать, а мы хотим это делать, и не сами, а вместе с инвесторами, это одна команда, то у нас перспективы развиться в самую крупную компанию мира, с самым крупным бизнесом, с самым большим числом работающих. По моим оценкам, в компании лет через 15-20 должно работать 5 миллионов человек. Мы должны построить тому времени миллионы километров дорог. Доход от этого будет в компании больше триллиона долларов. Сегодня нет ни одной такой компании. Но это не значит, что по мгновению палочки мы к этому придем. Или какая-то бумажка или чата гарантия это обеспечит. Нет. Но мы даем продукт, который нет в мире, как в свое время там Boeing дал продукт самолет. Как допустим, Стив Джобс дал продукт iPhone. И этот продукт будет покупать, потому что для этого есть рынок, вся планета, все страны. И при грамотной маркетинговой политике мы этот рынок, ну, по крайней мере там на 50% завоюем. И поэтому вот это и дает гарантию. Все вместе, все в совокупности, а не чата конкретно там были. Личная гарантия. Ну, это традиционно в соответствии с действующим законодательством. Акционер, вернее инвестор, инвестируя в компанию, становится акционером. То есть его средства переходят в компанию, а инвестор, ставший акционером, получает подтверждающий документ. Во-первых, он включается в реестр акционеров компании. Этот реестр ведет, в соответствии с британским правом, реестр держатель. И там делается запись, что такой-то человек с таким-то именем, фамилией, проживающий по такому-то адресу, родившийся там-то, тогда-то. То есть это идентификация, то есть это он, конкретно этот человек, получает вот такой-то пакет акций и становится акционером. Причем, поскольку наши акции оплачены, то есть это не пустышки, они обеспечены индивидуальной собственностью, то компания не выпускает новые, не обеспеченные, пустые, что делал Мавроди, кстати, акции. У него пустышки были, Мавродийка или не знаю, как там называть, то акционер получает пакет уже оплаченный, просто идет перераспределение. И мы не делаем новую эмиссию, мы перераспределяем внутри. До помиссии нет. И он получает, и это делается запись в реестре, акции с номера такого-то по номер такой-то, где написано, что акции оплачены, и он получил, допустим, с номера такого-то по номер такой-то, допустим, миллион акций. Что такое миллион акций? Их стоимость по номиналу каждой акции один фунт. Значит, он стал собственником пакета акций, которые стоят по номиналу миллион фунтов стерлингов. Но он приобрел сегодня за тысячу фунтов, потому что эти акции, цены бумаги, сегодня рынком недооценены. Потому что говорят, а покажите, а где это есть, а это инновация, а вот у вас не получится, а вот это все ерунда и так далее. Да, вопросов много. А мы говорим, все получится, мы сделаем. Вот кто-то поверил, приобрел за тысячу, а мы прошли вот эти этапы, и за три года говорим всем, приезжайте, у нас стоят полигоны, тестовые участки, смотрите, покупайте. Как только мы это сделаем, то акции, которые сегодня приобретаются за одну десятую пенсию, будут стоить фунт стерлингов. Ну, если бы Форд заморачивался этим вопросом, наверное, не было бы автомобиля. Он, наверное, прежде чем делать автомобиль, подумал бы, а вот президент США меня поддержит, а если не поддержит, наверное, автомобилей не будет. И, наверное, лучше этим не стоит заниматься. Причем здесь президенты? Причем здесь правительство? Причем здесь страны? Вот где СССР? Нет такой страны? Ничто? Надо бы получать поддержку от правительства СССР? Или генеральный секретарь, ЦК, КПСС, что ли? Это рынок. Рынок голосует другим кошельком. И когда выпускают новый телефон, там, модель, спрашивают не у президента, можно выпустить эту модель или нельзя. А анализируют и думают, купят его или не купят. А лучше или не хуже того, что мы до этого производили. А у конкурентов лучше это или хуже? Вот что определяет рынок. Поэтому запретить то, что мы делаем, невозможно никому. А больше будет запретов, значит мы еще быстрее придем к рынку, потому что всем будет интересно. А почему-то запрещают, а? А чиновники хотят, чтобы... Они же воровать не смогут. Они же не могут строить дорогу стоимостью сто миллиардов долларов, потому что вот мы, наши компании предлагают этот же проект за три миллиарда долларов. И они, чиновники будут нам предлагать, чтобы мы покупали билет за 10 тысяч рублей, а мы говорим, что ты поедешь же по этой же дороге с большей скоростью, с большей безопасностью за 500 рублей. Вот как вы думаете, что будет реализовано? Ну, это долгая история. Я не знаю, я жил в Беларуси, среди болот, и в пять лет стал запретать ракету. Не знаю почему. Строил там, они летали, потом в Казахстан переехали, там Байконур, и я уже троступенчатой ракеты стал строить, это еще школьником. Как бы увлекся транспортом, космосом. А потом, когда проанализировал, уже став студентом института технического, понял, что ракета не тот путь развития, а потом я понял, что у цивилизации нет перспектив развития. Через два-три-четыре поколения мы все умрем. Вся цивилизация. Та индустрия, что создана человеком, она погубит биосферу и человека в том числе. Это как жизнь изменила планету. Ведь не было кислорода на мертвой планете 4 миллиарда лет назад. Не было почвы, лесов и так далее. Жизнь изменила планету. Под себя ее перестроила. Так вот индустрия изменит планету, построит под себя и будет то, что в фильмах ужасов. Там людей не будет, там будут роботы, не будет кислорода, а вместо лесового травы будут терриконы. Вот я это понял давно. Я задумался, а есть ли пути выхода из этой ситуации? Это было почти 40 лет назад. Я понял, что нужно как вот первобытные люди. Они от рака умирали, от рака легких в 20 лет в пещерах. То, что технологии, костер там, мясо пожарить на углях. Они пересли в свой дом и там горел круглые сутки костер. И они от рака легких умирали 20 лет. Но потом ума хватило вынести огонь и технологии первые за пределы дома, пещеры. Вот мы в такой же сейчас ситуации, когда наш дом, планета, биосфера, вот этими технологиями, они во всех углах, во всех местах. И произойдет вот деградация этой биосферы. И единственный способ надо вынести за пределы дома. Поскольку домом стала биосфера, то нет другого выхода. Надо вынести все это в космос, в ближний космос, всю индустрию. Там уникальные возможности для технологии. Там вакуум. На земле нет вакуума. Там невесомость. На земле нет невесомости. Там избыток энергии. Солнце светит 5 миллиардов лет и будет светить не меньше. В квадратнометре площадью можно снять киловатт электроэнергии, киловатт мощности. То есть километр на километр, вот такой соотражатель, который излучает, а здесь теплогенератор, который вырабатывает электроэнергию. Просто вот заменяй чернобыльскую АЭС. И это будет работать миллиарды лет. Там это есть. Я задумался, как это сделать. Ракеты не обеспечивают это. И я вот нашел решение, которое барон Матхазин использовал. Он за волосы поднял себя и коня, когда тонул в болоте. Он нарушил один единственный закон в физике, который я еще в школе проходил. Он пытался за счет внутренних сил подняться от массы системы. Это невозможно. Но если положение центра массы системы не меняется в пространстве, то внутренние силы можно использовать для перемещения. И когда мы используем внутренности, почему, чем хорош этот принцип? Барон Матхазин не нарушал экологию. Он опирался сам на себя. Он не взаимодействовал с окружающей средой. А ракета, один старт делает дыру в озоновом слое размером с Францией. 100 запусков в год шаттлов американских уничтожит весь озоновый слой. Поэтому нужно экологически чистые способы использовать. И вот этот принцип подходит. Я нашел решение. Надо кольцевую структуру вокруг планеты. И кольца совпадают с центром масс Земли. При расширении, изменении диаметра, эта система может выходить в космос за счет внутренних сил систем. И когда начал это прорабатывать и делал заявки на изобретение, потом сделал первые публикации, то понял, что это очень трудно. Трудно в этом убедить других. Потому что тысячи вопросов. А как? А зачем? Не хватит материалов, энергии. Это бред полный и так далее. И я начал развивать отдельные элементы. Вот эстакада, которую нужно было построить вокруг Земли. Потому что были вопросы. Бетона не хватит, металла не хватит. Хотя хватит всего. Энергии не хватит, чтобы это все. Я начал совершенствовать. Потом подумал. Ну, все как бы к струнному рельсу, все. К преднапряженной конструкции, неразрезной. А потом подумал, а почему бы не поставить на эту систему колесное транспортное средство, оно более эффективное, чем, допустим, поезд на монету подушки. В результате получилась вот как раз струнно-транспортная система, которая сегодня получила развитие до чего-то поколения. И имеет уже название Rail Skyway, рельсово-небесная дорога. И вот с этой технологией как раз мы выходим сейчас на рынок и хотим выйти на рынок. И не знаю, вот я эгоист. Я вот 30 лет назад как раз понял, что это самое крупное из моих изобретений. Струнная система наземная. Я решил заработать здесь деньги, миллиарды, чтобы не купить футбольную команду, там, Боинг, или там, я не знаю, Островок, яхту построить 200-метровую, а заработать деньги, вложить науку в НИОК. Вот той космической программы, там надо вложить только в науку 100 миллиардов долларов, чтобы спасти человечество. Вот эгоизм мой, вот и движет мой. То есть деньги для меня в данном случае инструмент, чтобы реализовать вот ту программу, которая спасет человечество и моих детей, внуков, правнуков и наших. Космическая программа проработана на инженерном уровне. Много работ было сделано, и, кстати, она финансировалась в советское время, эта работа. Нас поддерживала Федерация космонавтики СССР, нас поддерживал Советский фонд мира и выделял деньги даже на эту работу. Поэтому проработана техническая часть, потому что система она, кстати, когда она будет построена, будет самый крупный проект на планете Земли. Потому что она охватывает планету по экватору, или по плоскости параллельно экватор. И там много технических проблем. А как эстакаду строить? А как этот привод делать электромагнитный? А как там подушку магнитную? Вакуумный канал, там же ротор движется и так далее. А как выходить в космос? Какая динамика? Какая там математика? Там сложнейшие вопросы. И еще в советское время это было проработано на инженерном уровне. Есть четежи, есть документации, есть расчеты. Вот те романографии. Она издана в 1995 году. По тем материалам, которые были еще разработаны в советское время. Это не финансировало государство. Это не интересовало по большому счету никого. Это не интересовало меня. Я собрал единомышленников. Они были по всему Советскому Союзу, за рубежом. Мы проделали эту огромную колоссальную работу. И мы сейчас хотим ее развивать. И то, что мы делаем сейчас. Вот это и в частности наши компании, которые будут строить, проектировать и строить дороги уже на земле. Вот моя цель, как руководителя, как основатель компании, заработать серьезные средства для того, чтобы финансировать эту космическую программу. Потому что у меня есть полное понимание, что единственный выход из цивилизации, это вынести индустрию в космос и иметь неограниченные перспективы развития. Иначе у нас через несколько поколений нас просто не будет. Нет, есть не в виде конференции, есть фильм. То есть даже киностудия нас поддерживала в советское время, это было как бы другое время. И по заказу Госкино СССР был снят фильм. Они даже заплатили 50 тысяч советских рублей, это примерно 80 тысяч долларов. И был снят фильм «30 минут» по результатам конференции, которую я организовал в 1988 году в Гомеле, где собрал 500 энтузиастов. Были и летчики-космонавты СССР, были академики, доктора науки и так далее по проблемам неракетного освоения космоса. Вот по результатам этой конференции был снят фильм «В небо на колесе». Он вышел на экраны в 1989 году. И на экраны СССР он за рубежом демонстрировался. Он висит на моем личном сайте. По моей фамилии Юницкой можно найти этот фильм за 1989 год. Я помню встречу с заместителем генерального секретаря ООН Клаусом Топфером. Он был до этого министром транспорта и инфраструктуры Объединенной Германии. Ему очень понравилась идея линейных городов, шахматных городов, когда города, вписанные в существующую природу, не нарушая ее, эти города полностью пешеходные. Вот можно увидеть, часто сидеть. И он говорит, вот то, как надо жить в будущем. Он говорит, мистер Анатолий, через 30 лет население городов мира увеличится на 3 миллиарда человек. Для этих людей нет работы, нет жилья, для их детей нет школ, для них нет больниц, для детей нет детсадов, нет дорог, для них ничего нет. А они куда пойдут жить? В Токио, в Нью-Йорк, в Лондон, в Москву, в Мехико. И так проблем много. Покажите вот то, что вы хотите сделать. И люди будут жить там, на природе. И мест, где можно жить замечательно, на планете очень много. И в Африке, и в Америке, и в Азии, и в Европе, и в Австралии. И эти города будут другими. Они будут окладиться чистыми, безопасными, вписанными в природу, со скоростным транспортом, который не будет убивать людей, и их детей, и наших детей. В Москве гибнет в год несколько сот детей. Несколько тысяч человек гибнет на дорогах, на улицах. Города должны быть пешеходные. А транспорт должен быть внеуличном. Вот он здесь и показан. Вот в этих городах, он говорит, покажите, построите. Мы эту программу сделаем программой Организации Бедных Наций. И будем распределять по планете, в первую очередь, в слаборазвитых странах, где люди живут в лачугах, в условиях, в которых невозможно жить. В частности, в Африке. Да, есть такая книга. Она написана известным белорусским писателем Анатолием Боровским. Ну а, собственно, она книга о нашем роде, Юницких, об истории. К сожалению, вот мы, вот лично я узнал о нашем роде только, когда развалился Советский Союз. И в КГБ мы узнали досье на наших предках. Потому что вот этого мы не знали. Кто мы, откуда мы. И всех расстреляли в 30-е годы, как польских шпионов. Хотя они жили в Белоруссии и не были никакими шпионами. Мы узнали, что три брата Юницких в году сот лет назад пришли на Полесье, основали несколько деревень и стали жить и работать. Поэтому здесь есть как бы исторический момент, откуда мы, Юницкий. И вообще, почему у меня такая фамилия Юницкий? Тоже по большому счету странно. Вот Юницкий, если на английском говорить, Юни-Скай. Юни, объединение, скай, небо. Объединяющее небо. А посередине еще Т стоит транспорт. То есть через транспорт Юницкий или Юни объединяет небо. А если посмотреть на стон дорогу или на космическое лесо, это же на фоне неба все. Даже вот мне это, я получил эту фамилию, я не сам себя так назвал, но даже мне это интересно, почему у меня такая фамилия. А истоки где-то там теряются, мы даже не знаем, откуда мы. Поэтому книга написана о прошлом, а потом уже о советском времени, как мы росли. Злухой деревню, почему-то я ракеты делал, непонятно. Но тем не менее их строил. Грамота у вас? Да, грамота, там я даже, когда мы переехали, там целина, там подъем, там родители уехали туда. Я строил уже трехступенчатые ракеты, мышку садил, она на парашюте спускалась с высоты несколько километров. Я делал школьникам это. Не имею ничего. Я делал из бумаги ракеты. Я изобретал порох дымный из того, что есть в аптеке, в магазине, чтобы все это летало. А ракеты делал из бумаги и клея. Других материалов не было. Это же были шестьдесятые годы, начало шестьдесятых лет. Поэтому тут описано, как бы в книге написано, как я стал изобретать, путь какой прошел. Потом, как учился, как задумал это все. Непонятно, почему я о космосе начал. Тоже как-то идея пришла ко мне. А что будет с цивилизацией, с человечеством? Куда мы идем? Казалось бы, какой-то студент. Зачем ему это надо? А я думал над этим. Работал. Делал это. И потом понял, что это никому не надо. А мне это надо. И я все равно поддержал. Несмотря на насмешки, на суды. Все было. И КГБ занимался все равно. Потому что я публиковал несколько статей. На первых, «Техники молодежи», журнал вот такой известный. Возапитатель-лицензаторе. Это был 1982 год. И были поданы иски на меня и на редакторов всесоюзных журналов. Их таскали по судам вместе со мной. На ком основании опубликовали эти статьи. Потому что в этих статьях я, в частности, сравнил достижения космонавтики современной, ну в то время, с телегой. Так и есть. Я просто взял цифры и говорю, я же инженер путевосообщения, я транспортник, да? А что в ракете? А транспорт? Берет здесь груз, доставляет в космос. За 25-30 лет, ну в те годы, сколько груза? 10 тысяч тонн. На какое расстояние 300 км? Это же транспорт. Давайте аналогию проведем. А на Земле? За 25-30 лет, на 10 тысяч тонн, на расстоянии 300 км, что перевезет? С помощью чего можно перевезти? Я нашел один аналог. Телега, лошадь. Вся космонавтика, триллион долларов, который бухан туда, это всего лишь телега с лошадью. А тогда было модно покорять Луну, на Марсе там сады, так сказать, будут свистеть, да? Города в космосе. Я начал считать, думаю, как это? Какие города в космосе? Я говорю, проведите мысленный эксперимент. У нас 6 миллиардов человек, ну тогда было 6 миллиардов. Уберите весь транспорт с планеты Земля, оставьте одну телегу и лошадь. И давайте ездить на работу, 6 миллиардов человек на одну телегу. На отдых, возить руду, продукты питания, ну и так далее, да? Бред. Такий бред освоить космос, вынести индустрию с помощью ракеты. Вот тогда я задумался, а как? Вот представленный Хаузен и нашел эти решения. Вот тогда это было давно. Да, и потом начало это все вот как бы дальше развивать, и в этой книге, в книге это описано. А потом, как я пришел к идее вот уже наземного струнного транспорта, как это развивал, какие проблемы. Их были тоже проблемы. Очередные суды, очередные разборки, очередные отъемы. И много-много раз и проходил все это, да? И вот мы дошли вот как бы до сегодняшнего дня. Я понял, что так как было, так дальше двигаться нельзя. И поэтому приняты другие решения и другой путь развития. И вот этот путь развития придет к успеху. Да, эта книга, она на сайте тоже, на моем личном сайте, как инженера Юницкого, за 2010 год. Конечно, технологии еще получала и в советское время оценки высокие. В частности, то, независимо от того, что как бы воспринимали другие, в частности, конкуренты, ракетчики, да, я стал членом Федерации космонатики СССР. С помощью Федерации космонатики СССР мы провели международную конференцию в Гомеле, 500 участников было. Мы получили грант Советского фонда мира, тогда возглавлял Карпов, шахматист в то время. Потом, уже в постсоветское время, были получены два гранта Организации Объединенных Наций. Были сделаны многочисленные экспертизы, в том числе, вот, в Организации Объединенных Наций. В том числе, Академия наук России делала экспертизу. Это и Академия транспорта, Сибирское отделение, это Институт проблем транспорта, Академия наук есть положительное заключение. Это различные университеты, научные школы, в частности, университет транспорта в Санкт-Петербурге, это бывший институт швидорожного транспорта. И таких вот поддержек и заключений, ну, наверное, под сотню, не меньше. Ну, а не знаю, вот, что бы говорил, интересно, дизель, когда вы топили конкуренты? Что вы не правы или что? Зачем мне топить? Я же хороший, я же придумал такую инновацию. А какая реакция должна быть? Она не может быть другой. И она в советское время была такой, но там были уже более жестко. Шпион, враг народа, расстрел, тюрьма или колыма. Сейчас время другое, как и более лояльно, но все равно не любить тех, то немножко отличается от других. Вот, ты чуть вот поднялся, высунулся, надо косу взять и скосить. Еще Сталин говорит. Нарастет трава, надо косить посильнейся. Поэтому это те вот косы, которые, ну, не любят то, что отличается от них. И это делают, как правило, маргиналы. Недалекие, неумные люди, которые не любят все то, что они не понимают. Они меня не понимают, они не понимают, почему я это делаю 30 лет. Не зарабатываю ничего на это. Мне никто зарплату ни разу не платил за эти годы. Который вкладывает всю свою душу, энергию, время в это. А он этого не понимает. Потому что он думал, что я такой, как он. Который пошел бы лучше, чего не украл. Кого не обманул, отнял. Потому что это понятно для него. Поэтому, ну, можно их слушать, конечно. Этих людей я не знаю, и они меня не знают. Вот как они могут судить обо мне, если мы ни разу даже не виделись. Мы ни разу не разговаривали с ним. Поэтому можно им верить, можно они верить. Это выбирает каждый. Ну, здесь нельзя однозначно ответить, почему. Это вопрос сложный и ответ, естественно, сложный. Ну, видимо, это жизненный путь, который, может, даже не я выбрал. Может быть, я не знаю, да. Но тут, как бы, некоторые аналоги, может быть, даже не совсем корректные. То есть, я не отожляюсь с этим, но вот, если взять, допустим, Иисуса Христа, вот почему он это делал? Его вообще распяли, его убили, его предали близкие. Но почему он это делал? Он мог бы сказать почему? То есть, здесь трудно вот сказать, да? То есть, я не искал выгоды лично. Я не искал там славы, богатства. То есть, были, конечно, мозги там, звездные болезни эти и так далее. Вот, я великий, я что-то придумал, потом это быстро прошло. То есть, не это мною двигало, на самом деле. И, может быть, какая-то социальная направленность, я не знаю. То есть, не лично выгода, а вот дать пользу людям. Ну, и близким в том числе, да? Чтобы просто потом сказали, что не зря я жил, я что-то сделал. А не просто жил, как трава, или ел, как корова сена там. Понимаете? Понимаете? Поэтому, ну, вопрос сложный. Не могу дать однозначно. Спасибо. Удачи! 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 Продолжение следует...